МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. Как обычно, в ближайшие 15 минут мы поговорим с вами о самых ярких событиях культурной жизни нашего города и неординарных людях, здесь живущих. Елена Гонторенко, талантливый живописец, художник декоративно-прикладного искусства, работает в технике гобелена уже около 30 лет. И сегодня у рязанцев и гостей города есть уникальная возможность познакомиться с ее работами на выставке, которая буквально на днях открылась в Рязанском художественном музее. Выставка гобелена в стенах Рязанского художественного музея проходит впервые. Автор этих удивительных работ Елена Гонторенко рассказывает, что увлеклась именно гобеленом, будучи студенткой Московского полиграфического института. Тогда, как признается мастер, этот вид декоративно-прикладного искусства был популярен среди художников. Сейчас же не так много мастеров, занимающихся именно этим видом творчества. Это очень кропотливый, очень трудоемкий процесс. На одну работу уходит около полугода. И в современных условиях, конечно, не каждый себе может позволить выдержать вот это создание одной работы в течение полугода. И он становится очень такой хорошей изюминкой, такой эксклюзивом на любой ход выставка. И с одной стороны это хорошо, с другой стороны как бы не ощущается конкурентной большой борьбы. На выставке, представленной в художественном музее, собрано около 20 работ, созданных Еленой в разные годы. У каждой из них своя биография, своя история. Многие из этих гобеленов побывали на всероссийских международных выставках и конкурсах, где, несомненно, обращали на себя внимание и завоевывали награды. Большинство работ художницы абстрактны, но, тем не менее, каждое полотно – это рассказ определенной истории, на которой Елена вдохновляет окружающий мир. Допустим, вот работа «Звуки джаза». Опять же, находясь в Санкт-Петербурге, я, ну, с таким, можно сказать, случайным образом попала действительно на концерт джазовой музыки. И вот в таком, как бы, качестве, вот в такой вот атмосфере я первый раз действительно слушала джаз, и меня действительно это поразило. И у меня прям мурашки вот бегали-бегали по коже, и я думаю, надо обязательно вот что-то это вот как-то выразить. Родилась такая вот работа. Невероятное сочетание цветов, фактурность – все это заставляет зрителей задерживаться возле гобеленов, прислушиваясь к своим мыслям, чувствам, перебирая воспоминания и ассоциации, которые будут в них эти работы. Выставка Елены Гонтаренко будет работать в Рязанском художественном музее до 20 сентября, так что впереди еще есть время, чтобы насладиться этим редким видом искусства. В последнее время все чаще задумываются о возрождении древних традиций и ремесел. Героиня нашего следующего сюжета с детства мечтала заниматься гончарным искусством, но вот мечта ее осуществилась совсем недавно. Я предлагаю познакомиться вам с Анной Чельцовой и ее увлечения. Каким образом и откуда Анна в далеком детстве узнала о гончарном искусстве, она уже и не помнит. Никто из ее родственников ничем подобным никогда не занимался. А вот Анна об этом мечтала. Взялась за реализацию мечты девушка всего 4 года назад. Тогда она долго искала место, где бы обучали гончарному мастерству. И не найдя такового, Анна отправилась на обучение в детскую студию, где прозанималась около полугода. Мы туда перестали ходить, но я чувствую, что мне надо продолжать. И я там накопила денег, родители помогли, купила гончарный круг, стала заниматься. Поскольку печь для обжига стоит вообще, очень дорого, то я построила на огороде печь дровяную для обжига. Потому что керамику же надо обжигать. Ну и так как-то потихоньку пошло, пошло. В интернете стало как-то что-то там куда-то показывать, писать. Мне народ говорит, что вроде нравится. То есть это как-то всегда поддерживает. Если положительные отзывы присутствуют, то сразу как-то хочется делать дальше, развиваться. И приятно очень. Сегодня Анна открыла свою небольшую мастерскую и даже купила простенькую печь для обжига. Делает она в основном посуду и горшочки для растений. У меня такое странное увлечение, хобби сажать мох и папоротник, и разные маленькие деревца, из которых потом формировать бонсай. Собственно, я это начала делать для себя, все эти горшочки, потому что мне просто само это нравится, интересно. Ну, а как бы стало показывать в интернете, все тоже начали интересоваться и тоже многие просят им делать. Ну, и вот еще чашечки для клубков, ну, для вязания, чтобы клубочек не выскакивал. Вот тоже, как бы, народу очень это нравится. Ну, это из того, что не посуда. Ну, и остальное просто посуда различная. Там кружки, там всякие мисочки, тарелочки и так далее. Но самое главное, что процесс изготовления керамических изделий нравится Ане. Наверное, именно поэтому простенькие, на первый взгляд, горшочки, мисочки, кружки вызывают желание взять их в руки, подержать и даже поселить в своей квартире. Во-первых, это то занятие, которое мне очень нравится. То есть я всегда получаю большое удовольствие, когда я им занимаюсь. И, во-вторых, я всегда, ну, стараюсь, чтобы любое изделие, оно было, ну, на мой взгляд, идеально. То есть вот я как бы что-то задумала, и чтобы вот пока оно не получится, я его там, ну, как бы не считаю готовым. Если оно вообще не получилось, я его лучше просто выкину, чем, там, буду, не знаю, куда-то продавать или что-то. То есть я стараюсь, чтобы оно было таким идеальным. И поскольку вот когда оно такое получается, оно мне очень нравится. И я считаю, что да, там определенно есть частичка у меня. Для украшения своих изделий Анна использует не только различные цветные глазури, но и такую технику, как смешение глины и даже молочный обжиг. Окунается изделие в молоко, там немножко купается, и потом ставится на обжиг, просто на более низкую температуру, чем, ну, чем обычно. То есть в районе 300-400 градусов. И вот он там обжигается, и получается, что оно пригорает, и получается вот этот коричневый цвет. Анна говорит, что на сегодняшний день в Рязани о ней мало кто знает. Но мы уверены, что это временно. Ведь девушка с удовольствием делится тем, чему научилась практически самостоятельно, со всеми желающими, устраивая мастер-классы. А изделия у нее получаются с душой. Сразу чувствуется, что сделаны они добрым и светлым человеком. Ну, а остаток нашего эфирного времени мы посвятим новому кулинарному шоу «Готовим с любовью», которое в августе стартует в ресторане «Бифранчо». Свежие аппетитные продукты разложены по местам. Участники две семейные пары готовы сразиться в кулинарном поединке. Осталось только начать готовить с любовью. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем новый, очень вкусный кулинарный проект, который называется «Готовим с любовью». Здесь, в прекрасном ресторане «Бифранчо», где концепция семейный отдых и прекрасная пища, где можно с удовольствием отдохнуть, прийти с семьей и покушать новые блюда в новом меню, мы встречаемся сегодня с двумя семейными парами. Я бы не побоялась этого слова, с семейными звездными парами, которые известны в нашем городе в ивентах, в шоу-бизнесе. Именно сегодня эти две чудесные пары будут готовить традиционные семейные блюда. Итак, наш проект. Наш проект, который называется «Готовим с любовью». О чем он? Здесь история любви, история приготовления, совместного приготовления пищи. Я думаю, в этом есть особый смысл, потому что когда семья или любящая пара, которая что-то выполняет с любовью, со вкусом, это всегда имеет совершенно другую энергию, значение. И особенно, когда пара готовит пищу. Поэтому я хочу для начала познакомиться в первом нашем поединке с двумя парами, которые стали конкурсантами и которые сегодня сразятся в приготовлении своих семейных пыл. Итак, справа от меня, в правом углу прекрасная семья пара. Красная семья пара. Представители известнейшим музыкального коллектива, камеры группы «Ходстав». Это Елена Варина. Можно уже аплодисменты. Идет супруг Олег. Красиво звучит. Вообще мы очень занятая пара, так как мы участник группы «Ходстав», ее лидеры, то есть занимаемся концертной деятельностью, то есть поем постоянно в работе. И на готовку очень мало времени уходит. Поэтому пища должна быть быстрое приготовление. И обычно об этом задумываюсь я. Что приготовить? Олег у нас любит помыть посуду. Надо же что-то делать, даже помогать. Вы женаты сколько? 2013 года мы женаты. 2013 год. То есть можно сказать, вы три года вместе. Да. И три года вместе вы с любовью готовите на кухне или не сразу все так пришло? С любовью мы делаем все. Относимся к музыке, репетируем и, конечно же, готовим. Но так как мы очень заняты творческой деятельностью, поэтому это бывает очень редко, что мы готовим. Но всегда вкусно. Сегодня мы будем готовить стейк и съемки. Вот на время приготовления уходит всего лишь 20 минут, и все, уже можно кушать. После концерта приехать так и с удовольствием принять рыбку прям такую с рисом. Вообще рыба просто не очень много витаминов, полезные аминсисот омега-3. Так как мы занимаемся спортом с моим мужем, мы интенсивно, сейчас дож у нас сплошной, поэтому рыбка, рис бурый, менее калорийный. Все полезно и замечательно. Вторая пара, участвующая в шоу, тоже музыкальная. Ксения и Роман Орловы. У нас в семье такая музыкальная кухня. Мы в хорошем понимании этого слова, что люди, которые поют, занимаются творчеством, они сейчас творят и здесь, на, так скажем, на кухне практически или в зале ресторана Бифранча. Ребят, вы вместе женаты сколько? Почти год. Да. Почти год. То есть вы чуть-чуть моложе по семейному стажу, чем ваши конкуренты. Вас свело творчество вместе? Творчество. Творчество. Да. Вот прям что ли наезд. Музыка вас связала. Вы вообще готовите вместе? Да. То есть это не подстава, ничего вы не приготовились, вот вы, правда, готовите вместе, и это самое важное для нашего конкурса. На работе, на сцене и на кухне всегда вместе. У нас, наверное, не совсем традиционное блюдо, просто мы очень, очень прикипели к нему, так скажем. На самом деле, его готовит моя мама, и поэтому мы тоже захотели поделиться им это мясо по-французски, но, опять же, не по рецепту, а так, как готовят в нашей семье. Мясо стандартно отбивается и сдабривается специями. Основным отличием этого блюда от привычного для всех рецепта отсутствие грибов при запекании, но именно грибы выступают в качестве гарнира. Для начала их нужно замариновать. Что добавила еще в грибы? Перчик, соль и майонез. Мы маринуем. Перчик, соль, майонез. На глаз или какой-то там ложечка, пол-ложечки чего-то? На глаз. Чуть-чуть для пряности куркумы. Чуть-чуть. Чуть-чуть. И для цвета. Да, все-таки мы люди такие восточные. Да, мы любим такие восточные. Никуда от этого не едется. Тем временем, вторая пара уже поставила вариться гарнир – бурый рис. Бурый рис, надо было что с ним сделать? Замочить сначала. Да, обязательно замочить нужно. Можно было побыстрее. Ну, чем больше, тем лучше, но не больше, там, 40 минут. Да. Ну, так, если получится, минут на 10-20. А для чего замочить бурый рис? Чтобы быстрее сварился. Он очень долго варится. Далее Елена обрабатывает перед жаркой рыбу. Здесь все традиционно. Соль и перец по вкусу. Правда, перед тем, как положить рыбу на сковороду, Елена опускает ее в оливковое масло. А потом обжаривает по 3-4 минуты с каждой стороны. Тем временем, Ксения и Роман маринуют мясо в соусе из майонеза, горчицы, приправ и обжаривают лук. Я видела, вы пассировали лук. У вас было в соусе, так скажем, мясо. У вас сейчас томятся грибочки, тоже были в соусе. Что потом вы сделали? Вы положили слой лука. Лука, да. Немножко свежего. Чуть-чуть. Чуть-чуть свежего. А для чего? Добавайте немножко пряности. Для вкуса. Для вкуса, так скажем. Дальше вы положили что, картошечку? Картошечку. А сырую? Сырую прямо. Порезаем колечками. Немножко куркумы, наш любимый. Чуть-чуть. Да, это мясо, это чтобы они разные немножко были, но в целом они продают вкус. Да, сверху соус. И в прослойках соуса не было. Осталось только запечь мясо и отдельно грибы. И в принципе, у обеих пар все готово. В украшении приготовленных блюд участникам помогал шеф-повар ресторана Бифранча. Он же вместе с ведущей Евгением Уник, арт-директором ресторана Максимом и независимыми экспертами, гостями ресторана. Оценивали, что же получилось. Напомним, что этот кулинарный поединок пробный и голосований проводиться не будет. Однако мы решили узнать у членов жюри, кому бы они отдали победу. Я бы проголосовал, наверное, за мясо, за мясо по-французски, потому что я предпочитаю есть мясо, чем рыбу. Я бы проголосовал за мясо по-французски. То есть у ребят получилось очень вкусное блюдо, сочное. То есть все в меру, они ничего не переборщили. Рыба тоже была вкусная, но пережарили немного, не мог суховатый сал. Кулинарное шоу «Готовим с любовью» это не просто возможность поделиться своими фирменными семейными рецептами с гостями ресторана «Бифранча» и нашими зрителями. Это еще и своеобразное соревнование. Жюри, а также пользователи социальных сетей, которые посмотрят передачу, должны будут решить, чей рецепт интереснее, кто более слаженно работал и таким образом выбрать из двух пар победителя. Дальше все по правилам спортивных соревнований. Полуфинал, финал, выбор самой искусной кулинарной пары и, конечно же, море призов. Однако в этом поединке, который предвосхитил официальное начало кулинарного шоу, победила дружба. Если вы заинтересовались, у вас появилось желание принять участие в этом шоу или же поприсутствовать на съемках в качестве зрителя и гостя ресторана «Бифранча», то обращайтесь в социальные сети ВКонтакте к ведущей этого мероприятия Евгении Уник или пишите в группу, которая так и называется «Кулинарное телешоу «Готовим с любовью». Ну а на этом у меня все. Мы с вами прощаемся. До встречи через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова